День народного единства – это российский государственный праздник. Отмечается он 4 ноября, начиная с 2005 года. Согласно проводившимся за это время социологическим опросам, есть люди, которые не знают, что же за праздник отмечает вся страна 4 ноября. Всё дело, видимо, в том, что вокруг этой даты достаточно долгое время шли дискуссии. Но, как показывает время, с каждым годом День народного единства отмечается всё масштабнее. Известен такой факт, что согласно православному церковному календарю, в этот день отмечается празднование Казанской иконы Божьей Матери – память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году, приходящаяся на 22 октября по юлианскому календарю. Из-за увеличения за прошедшие века разницы между юлианским и григорианским календарём этот день сместился на 4 ноября. Именно эта дата и была выбрана в качестве дня государственного праздника. В Артёмовском городском округе одно из мероприятий, посвящённое этому празднику, прошло также при участии представителей церкви. На площади Советов собрались все желающие принять участие в русской пробежке. Но прежде чем объявить старт, инициатор данного мероприятия – отец Николай вместе со всеми помолился. Господи, к Тебе прибегаем, научи нас творить и волю Твою, яко Тейси Бог наш, яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрым свет, пробави милость Твою ведущим Тя во веки веков. Стоя на площади, все собравшиеся молились за успех этого благого дела. Русская пробежка проходит уже не впервые и нацелена на приобщение как можно большего числа артёмовцев к трезвому образу жизни. Её лозунг говорит сам за себя. Только трезвая Россия может стать сильной. Казми Минина и Пожарского, и была освождена большой кровью, большими трудами, была освождена Москва, освобождён Кремль, и Россия вновь восстала, казалось бы, из руин. Мы сейчас с вами, дорогие братья и сёстры, находимся пока в лучшем состоянии, но мы видим, что раздоры и шатания тоже потрезают нашу с вами родину, вселяют в умы людей лукавые помыслы, лукавые мысли о раздании и шатании. Общечеловеческие ценности, которые навязывает нам Запад, пытаются проникнуть в Россию и здесь утвердиться, принести чуждую нам культуру, чуждые традиции, чуждые интересы. И поэтому в день единства нашего народа мы с вами собираемся для того, чтобы сказать, что нет, мы с вами ещё пока не разрознены, мы едины, и русский дух не угас нас. И поэтому сегодня, в этот день, мы совершаем очередную русскую побежку, показать, чтобы действительно в русский дух, это не пьяный дух, это не дух разнузности и сварб, не дух раздора, это дух силы, дух мужества и дух разума. И пребывает Божья Матерь с нами с праздника во всех. На пробежку становись! Получив благословение отца Николая, дружная колонна отправилась бежать по главным улицам города Артемовского, своими речёвками и личным примером доказывая остальным значимость трезвого русского человека для страны. Трезвый и сильный! Трезвый, мальчик! Ярный, да! Русский, значит, трезвый! Русский, значит, трезвый! Сторг, сила, алкоголь, могила! Сторг, сила, алкоголь, могила! Сопровождение автомобилей ДПС, размахивая флагами, бежали дети, взрослые, представители городской администрации, различных клубов, бежали воспитанники военно-патриотического объединения «Пересвет» и другие. В одной колонне бежали люди, которые, может быть, и не встречались до этого никогда, но в День народного единства всех их объединило одно – желание стать лучше и помочь своей стране, ведь они за трезвость. Трезвый день! Ярный слав! Трезвый, мальчик! Ярный раз! Атаку русскому враг! Атаку русскому враг! Среди участников русской пробежки оказалась депутат Артёмовской городской думы Людмила Замараева, которая поделилась своими впечатлениями и поздравила всех с праздником. Сегодня вся страна, вся Россия отмечает День единства, День солидарности всех народов. Поэтому приятно, что сегодня на площади Советов организовано такое большое мероприятие, как пробежка. Приятно видеть здесь и молодое, и старшее поколение. И хочется от депутатского корпуса поздравить всех россиян, всех жителей нашего Артёмовского городского округа с этим замечательным праздником. И пожелать им единства не только между народами, но и единства в семьях, единства между своими детьми. Ну и хочется, конечно, поблагодарить всех участников русской пробежки, что они не забывают всё-таки о своём здоровье, о том, что нужно вести трезвый образ жизни. Конечно, это была не последняя русская пробежка в городе Артёмовском. Её участники и организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этому благому делу в следующий раз. Всех поздравляю с праздником, с праздником народного единства. Всех благодарю за участие в русской пробежке и приглашаем на русскую пробежку, которая состоится в следующий раз, это 1 января.